Амбиции. Завоевание. Страсть. Убийство. И непревзойденная мощь технологий. Это краеугольные камни фундамента Римской империи. Их движущей силой было некое коллективное эго. Колоссальные строительные проекты Рима, стадионы, дворцы, дороги, акведуки, объединили три континента и дали силы самой развитой цивилизации в мире. Эти постройки стали символами Рима. Но несмотря на то, что римляне возводили массивные постройки, они не смогли предотвратить распад своей империи. Как создавались империи. Рим. Часть 2. К 80-му году Колизей был построен. Но Веспасиан не дожил до долгожданного открытия своего величайшего монумента. Он умер естественной смертью годом ранее. Его сын и наследник Тит провел торжественную церемонию. Сто дней подряд римляне сходились в Колизей и жадными глазами смотрели на всевозможные кровавые бойни. За один только день было убито 5 тысяч животных. Тысячи гладиаторов и заключенных погибли, развлекаясь зрителей. Вне арены кровопролития такого масштаба видели только на войне. А в Колизее царила атмосфера праздника. Дарью Сария – Американский институт римской культуры. Представление продолжалось целый день. Утром они смотрят, как люди убивают животных, и наоборот. В полдень показывают казнь заключенных. И, наконец, днем происходило самое главное событие, как на телевидении «Проим Тайм» – время самых популярных программ. Так у них во второй половине дня выступали гладиаторы. Гладиаторские бои привлекали в Колизей множество зрителей. Но они не всегда были главным событием. Профессор Анна Паскуалини в университете Орвергата. Одной из самых любимых, самых волнующих представлений Колизея была «Навмахия» – «Морская битва». Она проводилась при участии настоящих людей на настоящих кораблях с соответствующим вооружением. Инженер Скотт Стидман. Уже выяснили, что имелось возможность направлять Колизей в воду одного из акведуков. Так арену затапливали для водных сражений. Последние исследования Колизея показали, что в помещениях под ним существует множество каналов, по которым пускали воду, чтобы затопить арену. Да, это было возможно. Так оно и было. Кристиано Раньери – первый современный археолог, намеревающийся исследовать лабиринт затопленных каналов под Колизеем. Он считает, что нашел убедительное свидетельство того, что водопровод использовали для затопления арены на время морских сражений. Под ареной мы обнаружили несколько очень древних тоннелей. Некоторые даже древнее Колизея. Они относятся к временам Нерона и являются современниками Домус Ау. Каналы для воды, проложенные под искусственным водоемом Нерона, не тронули и построили над ними Колизей. Их могли использовать, чтобы затапливать арену и потом сливать воду. На этих уникальных кадрах видно, как Кристиано ведет команду водолазов вглубь древних каналов. В этой воде плавает мусор, накопившийся за два тысячелетия. Под Колизеем он обнаружил резервуар, сообщающийся с ближайшим Экведуком. Кристиано считает, что вода из этого Экведука и заливала арену. Еще он нашел следы дренажных труб, связанных с канализационной системой. Их наверняка использовали, чтобы сливать воду с арены в реку Тибр. Здесь была действующая система водоснабжения. Эти тоннели использовали, чтобы затопить арену для морского сражения. Морские битвы в Колизее стали настоящим триумфом инженерной мысли. Но они недолго развлекали посетителей самого знаменитого в мире амфитеатра. Через 10 лет затопление пришлось прекратить, чтобы иметь возможность совершить настоящий переворот в индустрии развлечений. Построить два дополнительных этажа под ареной. Гипогеум. Внутри находились системы подъемников и потайных люков, благодаря которым тигры и вооруженные гладиаторы могли неожиданно появляться на арене и убивать ничего не подозревающих жертв. Питер Уэллер, Сиракузский университет. Хотя представление разворачивалось на арене, его мозговой центр, система обеспечения находились там, в гипогеуме. Здесь держали львов и других диких животных. Здесь их дразнили. Гладиаторы точили свои мечи, готовясь к смерти. Ждали своей участи заключенные. Представление начинается, открывается один из потайных люков на арене, и с помощью системы подъемников из него появляется еще один лев или пантера. Когда люк открывался, те, кто сидел под землей, слышали вопли толпы, а потом люк снова опускался, оставляя их в темноте среди душераздирающих криков. Море крови, животных и людей. Жестокие, кровавые, страшные, захватывающие. Представления в Колизее были самым главным римским развлечением. И все, кто попадал на них с восхищением, смотрели на инженерный подвиг самой развитой цивилизации в мире. После десятилетия стабильного правления Веспасиана эта цивилизация приближалась к пику своей мощи. И следующее поколение ее правителей использует эту мощь, чтобы построить еще более величественные чудеса, созданные человеком. К концу первого века нашей эры Римская империя протянулась от Англии до Египта и от Португалии до Персии. 50 миллионов людей различных рас стали преданными и подданными одного императора. Императорами всегда были итальянцы. Пока в 98-м году н.э. на римском троне не оказался чужак. Его звали Троян. Амбициозный воин из испанской провинции, чьи славные подвиги привлекли внимание больного императора Нервы. У Нервы не было родных сыновей, и он объявил своим наследником Трояна. Мэри Боатра от университета Дьюка. Произошло своеобразное расширение взглядов о том, кого можно было считать римлянам и о том, кто мог помочь государству и участвовать в управлении. Троян – прекрасный тому пример. Троян – первая из вереницы императоров, вышедших не из Италии. Когда Нерва умер, Троян унаследовал Римскую империю. Он немедленно начал доказывать свою преданность жителям столицы. Он знал, что лучший способ это сделать – потешить их непомерную гордыню. Карлос Норена, Ельский университет. Римляне мыслили масштабно. Территория их империи, размер построек, амбиции правящих кругов. Сейчас эти черты являются для нас определяющими, когда речь идет о римлянах. Их движущей силой было коллективное культурное эго. Троян затеял серьезную строительную кампанию. И начал он с инфраструктуры империи. Требовали ремонта дороги, порты и общественное здание. Он распорядился возвести один из последних крупных акведуков. И построил новые общественные бани, стерев с лица земли золотой дом Нерона. Эрик Нельсон, Тихоокеанский Лютеранский университет. Все эти постройки требовали колоссальных вложений. И чтобы завершить начатые им проекты, нужно было во что бы то ни стало изыскать необходимые средства. В понимании римлян это означало забоевание. На третий год правления Троян организовал военный поход с целью сбора средств на строительство еще более внушительных монументов. Он решил завоевать Дакию. Это территория современных Румынии и Венгрии. Хотя она столетиями противостояла римскому вторжению. Через несколько лет ожесточенных сражений в 107 году Дакия сдалась. Победивший император вывез из своей новой провинции сотни тонн золота и серебра. Троян еще больше раздвинул границы империи. Император сделал практически невозможное, и его поход принес больше добычи денег, чем завоевание других императоров. А значит, в его распоряжении оказалось больше средств. Император потратил этот капитал на строительство нового общественного места, призванного разгрузить переполненные улицы центра Рима. С самого начала республики старый римский форум был центром управления торговли и культуры. Там храмы таким богам, как Сатурн и Веста, соседствовали с судами и библиотеками. Форум важен для римлян, потому что это их площадь. Это место, где они встречаются, совершают сделки, обсуждают политику, продают товары, обменивают деньги. Форум – это живая площадь, как и сегодня, хотя тогда она имела гораздо большее значение, потому что на площадях происходили все главные события общественной жизни. Но когда Рим стал столицей всего мира, эта жизнь начала выплескиваться за пределы отведенной ей территории. Форум был важной частью жизни Римлян. Развитие города и рост населения приводили к периодическому расширению его территории. Каждый император должен был построить новую часть форума для своего народа. В те времена Рим был очень большим городом с населением более миллионов. Троян решил построить новый форум. По проекту он был больше, чем все возведенные ранее вместе взятые. У Трояна были не только деньги, но и талантливые инженеры, и строители, которые мешали бетон и выполняли остальные работы. Они могли создать нечто грандиозное, лучше и быстрее, чем кто-либо до них. Архитектор, призванный спроектировать форум Трояна, Аполлодор Дамаски, тоже был иностранцем. Аполлодор был великим греческим архитектором. Во время войны с Дакией он строил мосты для Трояна. В той войне он показал себя гениальным архитектором. Теперь Аполлодору был брошен новый вызов. Для реализации великого замысла Трояна не хватало места. Естественно, как и сейчас, местоположение было очень важно. И если император хотел построить что-то в конкретном районе, нужно было выровнять площадку. Без этого никак. Чтобы получить достаточно большую плоскую площадку в центре Рима, Аполлодор приказал строителям срезать огромный кусок холма Квиринал. прилегавший к старому форуму. Спот Шлимген, Американский институт римской культуры. Это происходило за тысячи лет до появления динамида. Римлянам приходилось выравнивать строительные площадки, полагаясь только на свои силы. То есть силу десятков тысяч рабов, круглые сутки размахивавших топорами и лопатами. Представьте себе армию муравьев и буханку хлеба. Они не возьмут ее целиком, а разорвут на мелкие кусочки и перенесут. Армия римских рабов методично выравнивала каменистый холм, срезая 38 метров возвышения и превращая эту территорию в 54 тысячи квадратных метров, годных для застройки в самом сердце Рима. Здесь из земли начал расти мраморный город. Испанский император и греческий архитектор меняли облик столицы. Конечный результат стал виден в 112 году. Форум Трояна представлял собой внушительную мраморную композицию из греческих и латинских библиотек, колоссальных статуй, огромной центральной площади и двухэтажной базилики, где принимались законы и проходили судебные процессы. Иоанн Годей, Американский институт римской культуры. Посещение форума Трояна было непередаваемым ощущением для любого римлянина. Вы входили в базилику, на тот момент самую большую в Риме. Здание было отделано мрамором, заполнено светом. Потом вы оказывались на площади. Оглядывались и видели монументальную статую Трояна на коне. Это было впечатляющим зрелищем. Центральным элементом формы была 38-метровая мраморная колонна, возвышавшаяся над новыми постройками. Она сохранилась до сих пор. Вырезанный на ней спиральный рельеф рассказывает историю завоевания Трояном Дакии. Троян появляется снова и снова и снова. Он участвует во всех этапах кампании, от изначального планирования до последней решающей битвы. В этом отношении колонна является в своем роде пропагандистским фильмом. Высота колонны тоже символична. Высота колонны Трояна составляет 30 метров. Если прибавить к этому высоту основания и статуи наверху, то получится высота холма Кверенал, которую пришлось сравнять, чтобы построить форум. Таким образом, она является памятником не только военным подвигам Трояна, но и сражению Аплодора с природным рельефом. Форум Трояна простоял 700 лет. Большая его часть превратилась в руины во время землетрясения в IX веке. Но одна его секция сохранилась. И она не оставляет сомнений в грандиозности проекта. Это обширный комплекс рынок Трояна. Аплодор укрепил 38-метровый обрыв подходящим по форме шестиэтажным римским торговым центром, прилепив его к отвесной стене. Первые три уровня располагались полукругом. В этой структуре находились длинные коридоры и витрины магазинов. Рынок должен был укрепить обрыв, на месте которого раньше была часть холма. Наверное, не случайно архитектор выбрал вогнутую, более устойчивую форму, как арка, перевернутая на бок, берущая на себя вес холма. Над полукругом находились еще три уровня с разными помещениями. От лавочек до трехэтажных магазинов. Рынок Трояна представлял собой 150 отдельных магазинов, в которых можно было найти все, от обуви до предметов искусства. Ким Хартсвик, университет Джорджа, Вашингтон. На этом рынке продавали огромное количество товаров из всех уголков римского мира, а также из других стран. Если форум Трояна стал роскошным раем для городской элиты, то его рынок был предназначен для масс. Рынок и форум представляют собой две стороны римской культуры. Роскошь форума, его колоннады, позолоченные украшения стали официальным формальным центром города. А совсем рядом кирпичное здание рынка, без излишеств, повседневное место сбора рядовых гаража. Строительные достижения и военные подвиги сделали Трояна одним из самых популярных императоров в истории Рима. Профессор Джорджио Крочи, университет Сапианса. Он был отличным инженером и вместе с тем непревзойденным стратегом. Как и Август, он подарил империи столь необходимый период мира и спокойствия. Защита увеличившейся территории станет проблемой для наследника Трояна. И чтобы упрочить границы империи, следующий правитель Рима построит массивный барьер, который отгородит римский мир от варварского. К тому моменту, когда в 117 году умер император Троян, Римская империя достигла своего расцвета. Однако вскоре станет очевидным неудобство прилагающейся к громадной территории. У Трояна не было родных сыновей. После его смерти империя перешла к приемному сыну Адриану. Адриан, как и Троян, был военным и очень талантливым. Однако Адриан понял, что империя не сможет защищать расширяющиеся границы. Чем больше территория, тем больше нужно средств для охраны границы. Он отказался от мысли о дальнейших завоеваниях, решив уберечь то, что уже есть. Свидетельство оборонительной политики Адриана можно обнаружить и сегодня в удаленном уголке Северной Ирландии в двух с половиной тысячах километров от Рима. Когда Адриан в 117 году пришел к власти, северная часть Британии оставалась непокоренной территорией, где римским солдатам приходилось противостоять холодным зимам и набегам варваров. В 122 году Адриан лично посетил пограничную зону. Император пришел к выводу, что единственный способ покорить Британию это прежде всего приструнить собственных воинов. Римляне всегда считали, что раз есть группа людей, служащих государству, нужно их использовать. Без дисциплины римские солдаты начнут попусту тратить время, пить, играть, развлекаться с женщинами. Адриан заставил легионы работать над самым грандиозным фортификационным сооружением в истории Рима. Высокой, 118-километровой защитной стеной, пересекавшей всю страну. Время не обошло Адрианов вал стороной и оставило от него один фундамент. Но когда-то он возвышался на 4,5 метра, а парапеты добавляли ему еще 2 метра. По его основанию выкапывали полутораметровый ров, чтобы потенциальным захватчикам пришлось преодолеть 8-метровый барьер, прежде чем встретиться с римскими легионами. А если враги все же перелезут через стену и пройдут мимо римских стражей, их наступление замедлит еще одно препятствие. Ров шириной 37 метров, который проходил от одного побережья до другого. Адрианов вал стал скорее психологическим барьером, нежели физическим. Мощная стена, уходящая за горизонт, служила напоминанием о бесспорном превосходстве римлян. В некотором смысле можно сравнить Адрианов вал с берлинской стеной. Это сооружение должно было удерживать и тех, кто снаружи, и тех, кто внутри, не давая контактировать, ведь это могло привести к потере контроля. Великая стена Адриана стала самым крупным каменным оборонительным сооружением римлян. Неприветливый ландшафт северной части Британии сделал его еще более неприступным. Построить такую стену было невероятно сложно из-за неровностей рельефа. Там и долины, и обрывы, и горы. Была проделана колоссальная работа, но она того стоила, поскольку таким образом Рим смог уменьшить количество воинов, охраняющих границу. Три легиона от 15 до 25 тысяч воинов занимались тем, что перевозили тяжелые каменные блоки на строительную площадку. Но стена была лишь одним из компонентов великого замысла Адриана. На расстоянии одной римской мили друг от друга легионы построили посты охраны, называемые мильными фортами, в которых находилось по 60 воинов. Между мильными фортами по две сторожевых башни, где часовые неусыпно следили за порядком на границе. По всей длине стены располагались 17 огромных фортов в каждом по тысяче римских воинов. В итоге была создана военная зона, которая позволила римлянам удерживать свои позиции. Их силы патрулировали приграничную территорию, периодически наводили порядок, и само их присутствие внушало страх, отпугивая врагов. Каждый форт занимал территорию в полтора два гектара. Там располагались холл, храм, казармы, госпиталь и баня. Все необходимое для жизни армии. Вокруг фортов выросли города, которые снабжали римлян продуктами и другими необходимыми вещами. Римские воины хотели носить римскую обувь. Им нужны были иглы и вообще все, что было доступно в римском мире. Поэтому по их стопам шла торговля и шли женщины. В итоге места, в которых осели воины, сильно изменились. всего через пять лет гигантский Адрианов вал был закончен. Император обезопасил северную границу, улучшил дисциплину в рядах воинов и создал монумент, увековечивший мощь Рима. В 126 году Адриан вернулся домой. Там он распорядился построить одно из самых знаменитых чудес римского мира и скрыть имя талантливейшего инженера. В 126 году император вернулся в Рим после пятилетней проверки государственной границы. В его отсутствие строители работали не покладая рук, чтобы воплотить его замыслы относительно облика столицы. Естественно, Адриан хотел оставить след в Риме. Он задумал оживить творение эпохи Августа и показать, что он может лучше. 150 годами ранее император Август превратил римскую столицу из каменной в мраморную. Адриан мечтал, чтобы его наследие оказалось не менее значительным. Его жемчужина будет непосредственным образом связана с правлением легендарного предшественника. Став императором, он задумал возродить сожженный храмовый комплекс эпохи Августа. Адриан распорядился построить на месте руин самое знаменитое свое творение. Пантеон – грандиозный храм римских богов. Многие считают Пантеон самой удивительной постройкой римлян. Почему? Из-за ротонды. Ротонда – огромное пространство под величественным куполом лежало в основе конструкции Пантеона. В центре до высоты 45 метров поднимается бетонный купол. Его не поддерживают никакие колонны или опоры. Он нависает над огромным внутренним пространством. 45 метров, над которыми раскинулся купол – это огромное пространство. То, что римляне затеяли нечто настолько грандиозное, само по себе великое достижение. Купол Пантеона 18 веков оставался самой большой неподдерживаемой бетонной конструкцией в мире. Прежде чем начать возведение бетонного купола, инженеры Адриана должны были придумать, как правильно распределить его вес. В противном случае, стоило им убрать деревянный каркас, поддерживающий свод, и 3000 тонн бетона рухнули бы под собственным весом. Сегодня, когда мы строим из бетона, мы используем стальные подвески, которые берут на себя половину нагрузки. Римляне не могли этого сделать, поэтому купол Пантеона всем весом давит на основание. Инженеры Пантеона разработали несколько радикальных способов предотвратить крушение купола и репутации императора. Они начали с возведения массивного основания. Стен шириной 6 метров, на которых будет покоиться купол. Они использовали вертикальные стены, чтобы распределить вес купола более равномерно. Эти стены должны были стать его единственной опорой. По мере приближения к вершине купола, они смешивали с бетоном более легкие материалы и укладывали его все более тонким слоем. В римский бетон, как и в современный, для прочности добавляли камни. Для купола пантеона римляне использовали вместо камней полые сосуды, амфоры, чтобы уменьшить количество бетона и облегчить конструкцию. Чтобы потолок стал еще легче, строители придумали сделать ниши или кессоны, которые выполняли две функции. Эти кессоны очевидно выполняют эстетическую функцию, то есть благодаря им внутреннюю поверхность купола можно было расписывать. С другой стороны, они уменьшали количество бетона, необходимое для купола. дыма пантеона дыма. Последнее нововведение, призванное облегчить конструкцию, стало отличительной чертой пантеона. Это окно. Круглое отверстие диаметром 9 метров в самом центре купола. Окно снимает нагрузку с самой слабой точки купола и освещает внутреннее помещение как солнце землю. представьте что вы как древние люди никогда не бывали в таком огромном подкупольном пространстве никогда не видели ничего подобного и примите во внимание религиозный аспект ведь это был храм посвященный всем богам инженеры пантеона стремились к совершенству и почти достигли его однако в проекте есть одна загадочная ошибка до сих пор поражающие эксперты портик пантеона вестибюль с колоннами ведущий внутрь на три метра ниже он не соединяется с ротонды там где должен почему вместо 12 метровых колонн не использовали 15 метров на этот вопрос ответа нет может они утонули в средиземном море или римлянам не удалось вовремя раздобыть материал для колонн нужного размера и они не успевали к сроку мы не знаем веками пантеон представлял собой таинственную головоломку но то как он построен лишь часть этой головоломки тайной покрыто еще и имя автора проекта источников которые могли бы сообщить имя архитектора не сохранилось но ученые склоняются к тому что им был сам император адриан он был очень разносторонним человеком рисовал писал стихи любил архитектуру многие постройки адриана имели купола мне кажется адриан мог приложить руку к проекту пантеона еще один потенциальный кандидат аполлодор дамаски гений построивший форум в правлении предшественника адриана трояна аполлодор скептически относился к архитектурному таланту адриана и заявлял об этом публично как-то раз аполлодор посмеялся над адрианом и сказал давай строй своей тыквы проект был отдан аполлодору но он не хотел вносить в него изменения предложенные адрианом и возможно по этой причине император вынудил его совершить самоубийство в 138 году через 8 лет после устранения величайшего римского архитектора адриан умер естественной смертью в возрасте 62 лет 20 лет его правления стали самыми щедрыми на строительные шедевры в истории рима к моменту его смерти гавани храмы мосты и базилики в разных уголках империи носили его имя пройдет почти сто лет прежде чем другой император распорядиться построить последнее великое творение римских архитекторов и после этого направит империю на путь самоуничтожения десятилетия после смерти адриана римская империя оставалась господствующей силой в европе северной африке и на ближнем востоке ее императоры продолжали пользоваться абсолютной властью архитектор и не уставали создавать вызывающие благоговейный трепет шедевры венец их творения гигантский комплекс римских терм был возведен в 212 году по приказу испорченного властолюбца по имени каракалла он заполучил власть проверенным способом через убийство отец каракалла император септимий север хотел чтобы два его сына правили римской империи вместе но каракалла и его брат гетто ненавидели друг друга после смерти отца один из них убил бы другого это был вопрос времени каракалла среагировал быстрее каракалла приказал убить брата прямо на глазах у матери это просто ужасно имя гетто было вырезано из памяти и не только из надписи даже изображение гетто были стерты вдобавок ко всему следы намеренно оставили чтобы все знали это уничтожило государство и все должны запомнить этот урок во время правления каракаллы в императорских покоях снова пролилась кровь страна опять оказалась в руках тирана вселяющего страх в подданных правление каракаллы интересно тем что император ставил себя выше людей приравнивал себя к богам каракаллы хотел оставить наследие которое прославит его на века как колизей виспасиана форум трояна и пантеон адриана он должен был доказать что достоин называться императором показать что превзошел отца новый император попытается смыть свои грехи построив комплекс бань веками бани были неотъемлемой частью повседневной жизни рима в основе их лежала система горячих и холодных бассейнов но бани были не только местом где люди мылись они стали клубами открытыми для всех классов в бане ходили все молодые старые богатые и бедные там царили свободы и порой распущенность но вероятно слова распущенность нельзя применить к обоим полам для мужчин и женщин были выделены разные часы в банях встречались все потому что они просто были бесплатными вход был свободным закончив работу римляне на пару часов заходили в бане чтобы расслабиться узнать политические новости помыться сделать маникюр стрижку там были спортивные залы желающие устраивали спарринги и конечно сами термы помещение где можно было очиститься душой и телом а вокруг величественные стены и статуи все в мраморе и все это доступно обычному человеку двери терм открывались перед любым жителем рима императоры всегда любили строить термы более ранее правители нерон тит и троян тоже возводили бани в свою честь но каракала намеревался перещеголять их всех и подарить городу комплекс равного которому не было в истории внушительные руины до сих пор напоминают о былом великолепии по руинам находящимся позади меня видно что термосы стояли из огромных залов в которых находились большие бассейны наполненные водой разной температуры были бассейны поменьше и комнаты отдыха где люди общались главное здание превосходило по размерам храм святого петра и было от пола до потолка украшено мрамором и золотом пол был выложен прекрасными мозаиками фрагменты которых сохранились до сих пор вокруг главного здания открытое пространство для прогулок в отдельных сооружениях по периметру располагались библиотеки магазины и рестораны комплекс мог одновременно принять около двух тысяч римлян этот маленький городок каждый день гудел как улей огромные залы памятник инженерному искусству и людям которые их построили эти бани превзошли все построенные до них слуги каракалы работали не покладая рук чтобы побыстрее закончить строительство чтобы построить настолько внушительное сооружение всего за пять лет необходимо было чтобы 5 10 тысяч рабов трудились изо дня в день все пять лет строение которое находится над землей это еще далеко не все проложенный под комплексом канал связанный с ближайшим акведуком ежедневно доставлял в бане 19 тысяч литров воды эти бани были чудом гидротехники посетители нежились фрегидарии типидарии и кальдарии с водой разной температуры и своим микроклиматом это место благотворно влияло на здоровье и настроение римлян вода для горячих бассейнов подогревалась в чанах над огнем печей для подогрева воды под землей было 50 пол в буквальном смысле отделял мир богатых и преуспевающих римских жителей от подземного мира рабов и наемных рабочих которые задыхались в дыму печей и водных парах и не видели белого света наверху в красиво отделанных залах с мраморными панелями мозаиками выложенными кафелем потолками жизнь должна была казаться рай термо каракалы открылись в 216 году они стали последним великим подвигом римских инженеров соединив в себе все развитые ими технологии термох каракалы все великие достижения римских строителей сошлись воедино производство блоков каменная кладка отделка мрамором римляне имели огромный опыт в строительстве систем водоснабжения акведуков а также канализационных систем еще не умели делать бетон что позволяло им строить просторные помещения над которыми раскидывались купола или сводчатые потолки термо каракалы пользовались огромной популярностью чего нельзя сказать о его правлении пока его проект подрывал римскую экономику каракалы тратил огромные деньги на дорогостоящие походы в парфию и восточные регионы не подчинявшийся римлянам уже сто лет как и троян каракала надеялся дополнить свои достижения завоеваниями вместо этого он предрешил свою судьбу в 217 году после 6 лет жестокого тиранического правления каракалу зарезал один из его личных охранников во время военного похода на восток в том же году сильнейший пожар поглотит колизей душу города амфитеатр выстроить заново 20 лет спустя но империя так и не оправится от потрясения славные дни августа респасиана и трояна давно прошли и больше никогда не вернутся следующие 300 лет империя которая так ярко сияла будет медленно угасать историки выдвинут массу теорий о причинах ее упадка одни говорят что их отравила металлургия другие видят причину в разложение в рождении аристократии третьи считают что сказалось отсутствие подготовленной армии незащищенность границ я считаю что римская империя была слишком большой чтобы ей можно было эффективно управлять в таких условиях невозможно добиться единства в пятом шестом веках германские племена неоднократно устраивали набеги на рим требует денег и земли пятьсот тридцать седьмом году воинственное племя перерезала главную артерию разрушив жизненно необходимые городу коммуникации акведуки без водопровода к которому римляне давно привыкли некогда великая столица сдалась люди не могли жить в городе без воды сады и поля остались без полива миллион двести тысяч жителей быстро превратились в 12 тысяч население сократилось на 99 процентов но через полторы тысячи лет после падения рима его архитектурное наследие все еще поражает и вдохновляет современных инженеров много из того что смогли тогда построить римляне у нас бы не получилось воссоздать без новых технологий мы не смогли бы возвести такой купол как на пантеоне без использования компьютера мы не смогли бы сравнять холм без механизированного оборудования если бы у нас были только их инструменты мы бы этого не сделали возможно самый главный урок который преподали нам римляне тот которого не усвоили ни юлий цезарь не нерон ни каракала те же слепые амбиции которые двигают прогресс могут принести с собой разрушение эти люди жили своими амбициями их жажда величия с одной стороны заставляла ими восхищаться а с другой вселяла ненависть древние римляне часто бывали жестокими мстительными алчными и эгоистичными но внушительные монументы которые они оставили после себя говорят не только о мощи их цивилизации но и о безграничном потенциале человечества производство history channel фильм озвучен фирмой с в дубль по заказу gtrk культура